Я заметила, что она с кем-то там играет Она уже с трупиком играла Съела она эту мышь Это живот полный мышей Залезла на такую лесенку рядом со столом И я даже чуть-чуть успела это заснять Эти хвостики И эти позвоночники И собаки могут заразиться, это самое страшное Может быть она уже чем-то болеет И заразила меня Привет, ребята, я Энни Мэджик Сейчас здесь нет со мной моих Четырех собак, потому что Сегодняшнее видео я хочу посвятить Полностью этого Маленькому сумасшедшему существу Потому что я даже в инстаграме Написала, что сегодня будет шокирующее Видео, я лично в жизни Такого никогда не видела, думаю, многие зрители Тоже, мне удалось заснять Что произошло недавно Буквально с кисой Алисой Я даже объяснять не буду Вы все сами увидите, потому что это реально Жесть Что она сотворила, надеюсь сейчас на более-менее Себя нормально чувствует Алис Алиса Алиса Киса Только не диван, только не диван, пожалуйста Нет, не дери диван Ты какой-то монстр У тебя опять полный живот Вот это связано с тем, что она Чего? Кого точнее она наелась И что потом было это еще хуже? Я вот говорю, Алиса кушает натуралку Да, она реально кушает натуралку Настолько натуралку Живую натуралку Конечно же я все-таки даю ей какие-то лакомства Просто многие спрашивают Чем же я ее кормлю И вот я замечала Я уже говорила не раз Что киса Алиса просто С крыши у нее сносят от пакетиков У меня четкая есть уверенность Что туда что-то добавляют Вы мне присылаете их И я иногда пыталась ими баловать И она сразу начинает орать Как сумасшедшая Ходить И потом отказывается есть вообще что-либо Вот один раз дашь пакетик Все, она будет ходить и орать Да и еще И вот ведет себя просто кошмарно Ужасно Поэтому я стала искать какие-то другие варианты Потому что поняла, что ей нравится кушать что-то жидкое И я нашла такие прикольные штуки Я просто вам сейчас хочу показать Это вот такие вот лакомства Тоже в пакетиках Но это лакомство вкусвел И я когда прочитала в магазине прям их состав Вот, например, есть рыбный суп И у меня я купила еще куриный суп Когда я прочитала их состав, я закупилась сразу, как вы видите Просто вот несколькими коробками Смотри, пакетик Алиса Видите, реакция пакетик Пакетик, пакетик, да, Алис Состав у рыбного супа Вот, смотрите, рыба и рыбные продукты Филе, трески, рыбный бульон, тапиока и шпинат Все, больше ничего Никаких других добавок, консервантов Каких-то там ароматизаторов И в курином супчике белое мясо курицы Куриный бульон, растительные продукты Тапиока и овощи, морковка Все, идеальный состав А еще мне, знаете, что понравилось у них? У них очень прикольный дизайн Пакетики выглядят, как будто у них такие кошачьи ушки Как будто это мордочки Вообще дизайн очень классный И вот тут прям на пачке написано Вернем деньги, если вас не устроило качество продукта без чека И я реально пошла к ним на сайт и почитала отзывы Что они там пишут вообще про люди сами, которые пробовали Очень много положительных отзывов Все говорят огонь Но мне понравилось, что сам производитель Вот вкусвил, да, они на сайте там пишут Что вы можете писать и отрицательные отзывы Если вас что-то не устроило Мы вот вернем вам деньги, если вам не понравилось У меня это лично вызывает какое-то такое доверие То есть такой контакт с аудиторией своей С теми, кто будет этим пользоваться То есть если ты действительно пишешь, что тебе не понравилось Они будут улучшать этот продукт Кстати, не обращать внимания, что у нас тут уже подготовка идет полным ходом к Новому году Я как раз на нашем влоговом новом канале Кто еще не в курсе, обязательно потом сходите, посмотрите влог с новогодними покупками Там же во влоге я разыгрываю первый новогодний подарок Свою влоговую камеру В общем, сходите, потом посмотрите Но не спешите, все нормально Влог, скорее всего, выйдет после того, как этот ролик А, нет, надо было сначала ее убрать Она же сейчас будет есть Я хотела, на самом деле, сначала положить рыбный, потом куриный Чтобы она повыбирала Но я боюсь, что Алиса просто сожрет и то, и другое Пошла уже сюда Алис, ну покажи Реально похоже на суп Блин Серьезно, просто куриный суп Куриный бульон с кусочками курицы Он даже, мне кажется, он вкусный Может, я просто не позавтракала? Не, ну а что вы сейчас там подумаете Аня ест собачью, кошачью еду Он серьезно, это же состав вообще обычный, натуральный, человеческий состав Вот такими, например, лакомствами я могу кормить кошку Потому что проверенный мною состав, попробованный на вкус У меня нет ощущения, что она сойдет от них с ума И у нее будет крышу сносить Как обычно это бывает от каких-нибудь пакетиков В общем, кому интересно, я оставлю внизу в описании ссылку Сами пойдите, почитайте отзывы Может быть, вы тоже захотите что-нибудь такое Может, такой подарочек к Новому году своей киске купить И вот, что касается еды Когда мы переехали в загородный дом Вы знаете мою проблему Потому что я была не готова к тому, что кошка станет все-таки уличной Деревенской Будет гулять, ходить на улицу, пропадать по ночам Я буду нервничать, ее искать В итоге я к этому потихонечку все-таки привыкла Я как-то раз увидела, как она ловит мышь Я сначала, как человек городской, такая, типа О, боже, боже, кошка ловит мышь Она с ней играла так миленько Поймала эту мышку и начала с ней играть Потому что мышка была живая, она от нее убегала Я свое мнение выразила в инстаграме Мне там все написали Ань, ну что ты хочешь? Это кошка Кошка живет за городом теперь Ты успокойся ты И я правда подумала Ну блин, действительно, кошка Животное, которое, ну логично, что она ловит мышей Я к этому тоже привыкла И она стала приносить иногда мышей на крыльцо Как делают наверняка многие коты Расскажите, кстати, в комментариях про своих коськов Про их характер И я такая, уже привыкшая, что она ловит мышей Я такая подумала, что-то маловато как-то Что-то как-то маловато моя кошка приносит мышей Раз уж она кошкой должна ловить этих всех кротов Которые перерыли всю землю у нас тут Землероек, которые тут ползают Смотрите, Алиска как ест В общем, потом я стала замечать одну странную вещь Киса Алиса стала возвращаться домой с полным животом Я подумала, что эта маленькая козявка Когда ходит гулять здесь по деревне, где-то подъедает В смысле, какая-нибудь бабушка или кто-нибудь из соседей ее подкармливает И поэтому она возвращается с полным животом И вот это самое шокирующее, что произошло недавно Первое. Мне никогда не удавалось заснять, как она ловит мышь К сожалению, мне сейчас тоже не удалось заснять, как она ее поймала Я заметила, что она с кем-то там играет Оказалось, что это мышиный трупик был Она уже с трупиком играла, уже даже не с живой мышкой Ребят, секунду, отвлечемся от жуткой истории с Киса Алисы На жуткую историю с Юми Чум Если вы смотрели ролик такой про то, что у нее на спине вот здесь появилась лысина Я показывала там переписку с ветеринаром Рассказывала про то лечение, которое мы будем делать Мы проходим это лечение Проблема в том, что недавно на первом канале вышла с нами передача Видели видео и многие начали писать в комментариях Мол, как это вы на передаче пошли с Юми, если она болеет Это, видимо, вы просто невнимательно смотрите ролики Или вам просто не приходят уведомления о том, что выходят видео на канале Потому что был такой влог Для этого обязательно проверяйте колокольчик Уведомления у вас включены или нет Ставьте лайки на ролики и пишите комментарии Поднимайте активность и тогда Ютуб вспомнит, что вы все-таки подписаны на этот канал И будет вам рекомендовать наши видео Иначе они просто пропадают И вот был влог, как мы с Юми ходили на первый канал Он вышел задолго до того, как вышла передача Потому что передачи снимают заранее, за много недель до А уже после Юми заболела Да, мы сейчас проходим это лечение, которое нам порекомендовал ветеринар Все делаем Так что с Юмечкой все более-менее нормально Не беспокойтесь, а если видите, что где-то кто-то что-то спрашивает Обязательно ребятам отвечайте Все, возвращаемся киске Алиске Играла она с этим мышиным трупиком И я это засняла Почему я хотела это заснять? Чтобы вы увидели, как происходит вот это вот, простите, поедание мыши Просто мне впервые в жизни удалось заснять, как Алиса ест мышь И увидеть это своими глазами Я была в шоке Одно дело приносить мышей на крылечко И говорить, мам, смотри, я ловлю мышей, я молодец, я работаю Другое дело, их есть на моих глазах То есть она съела всю мышь целиком Причем она сначала оставила голову А съела все тело и все, что было там внутри у нее А потом она еще эту голову доела Я вообще была в шоке И не могла остановиться это снимать Потому что я хотела показать людям, как это выглядит Может быть, это немножко жестоко выглядит Потому что мышка все-таки животное Но все-таки, опять же, это природа И ничего мы с этим поделать не можем В общем, дальше произошло самое худшее Что можно было только представить Я даже такого представить, я думаю, не могла бы Съела она эту мышь Прошло какое-то время, она еще погуляла на улице Еще походила И опять вернулась с полным животом И вот после того, что произошло дальше Я поняла, что этот полный живот у нее Совсем не от того, что она кушает где-то И кто-то где-то ее подкармливает Этот полный живот у нее Это живот полный мышей Она наелась мышами Зашла домой Залезла на такую лесенку рядом со столом И я даже чуть-чуть успела это заснять И ее вырвала Вырвала Несколькими мышами Да, я про тебя, Алиса Вырвала мышами прямо на пол Я не знала, что делать Когда я стала это убирать, меня потом тоже вырвала Простите, конечно, за подробности Потому что оно пахнет так Оно выглядит так Это просто капец, ребята Она их ест, объедается Их очень много Живот полный И она их обратно потом извлекает из себя таким способом Это ужас Просто ужас Зашла домой Запрыгнула на лесенку И с лесенки на стенку На плентуса Просто вот так вот Все это обратно Когда ты видишь своими глазами Эти хвостики И эти позвоночники И эти части тела, мышей В том, чем вырвала Алису Это ужас просто для меня был В общем, самое-то страшное в этом всем Что мыши Всякие грызуны подобные Они переносчики всякой заразы Это не так безопасно, как кажется А кошечка ест мышек и хорошо Она же не просто их душит, как раньше и приносит Она их ест полностью По несколько штук Она может заразиться чем угодно И это реально очень опасно Говорят, что, например, есть такая страшная вещь, как таксоплазмоз И нету от него особо лечения То есть есть какая-то прививка От лептоспироза Короче, не буду вас грузить сложными словами У нас есть ветеринар здесь И я обязательно в ближайшее время с ней свяжусь И обращусь к ней именно с точки зрения Надо ли привить кошку А скорее всего надо от чего-то И как вообще ее обезопасить Я боюсь, что мало того, что с кисой Алисой может что-то случиться Может случиться и с собаками И с семьей, и с людьми Которые общаются с кошкой Которая может быть переносчиком Всякой заразы из-за этих мышей И собаки могут заразиться Это самое страшное животное Либо просто тупо не выпускать Алису из дома Но это не вариант Потому что она просто орет Кричит Выпусти меня Пожалуйста И весь день будет истерить Ходить Да капля у тебя тут еды Господи на глазах-то Будет орать ходить Чтобы ее выпустили И мне ее жалко Конечно же я выпускаю И вот в итоге она ловит мышей Может быть она уже чем-то болеет И заразила меня Или собак Я не знаю Вот такая вот шок-жесть Произошла в нашей жизни Я была в шоке Да Да Алис Согласна Переходите по ссылкам на новые видео На других каналах Особенно на влоговые Там конкурс Подготовка к новому году На канале песиков Которых вы сегодня здесь не увидели Очень клевый челлендж Ну и увидимся скоро в новых роликах Кстати еще не забывайте подписываться На Magic Family Academy Там полезные советы Для тех кому нужны Только инструкции и лайфхаки А не просто жизнь Все Увидимся Капец Пока